Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Это программа о памятных датах Земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковско-областной универсальной научной библиотеки. В студии Ирина Лукина. Самые разные исторические события объединяет день 11 октября. Год 1615. Псков в осаде шведских войск, возглавляемых королем Густавом Адольфом. Надежда шведов взять город с первого раза не увенчалась успехом. Эта армия недооценила псковичей. После неудачного штурма Густав Адольф распорядился перейти к серьезной осаде. Шведы обстреливали город из артиллерии, однако если им и удавалось пробить где-нибудь брешь, то псковичи сразу же создавали на ней древо-земляную насыпь, а по ночам успешно заделывали стены. За время осады положение обеих сторон серьезно осложнилось. Защитники Пскова начинали голодать, а шведская армия стремительно уменьшалась в численности. В октябре начался новый штурм. Когда шведам удалось захватить одну из башен, псковичи сумели ее взорвать вместе с находившимися там захватчиками и перешли в яростную контратаку. Буквально через несколько дней, 11 октября, во время очередной артподготовки, которая должна была предварить третий штурм, на одной из шведских батарей произошел взрыв, от которого пострадало немало канониров. Это стало последней каплей, и Густав Адольф сдался. По свидетельству современников, он пошел с великим стыдом. Многих у него людей побили, а иные умерли, либо побрели в рознь. Ну что же, движемся дальше. 11 октября 1763 года, согласно историческим данным, появился проект, как дополнение к указу Екатерины II. Так вот, теперь многие старые города и пригороды стали заштатными. В том числе Выжгород, Владимирец, Выбор, Врев, Вели, Изборск, Красный. Екатерина II ставила свою цель ввести новое административно-территориальное отделение страны, определяла новый порядок провинциального правления. В своих мемуарах она так характеризовала состояние России. Финансы были истощены. Армия не получала жалования за три месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. По вошествии на престол Екатерина II провела ряд реформ. Территория российского государства существенно возросла за счет присоединения плодородных южных земель. Были образованы 29 новых губерний и начато строительство 144 городов. Начало 20 века. Год 1905. 11 октября началась забастовка рабочих Великолухских железнодорожных мастерских. Мастерские вместе с паровозным депо входили в единый тяговый участок, расположенный на перекрестке двух больших магистралей – Николаевской и Москово-Виндаво-Рыбинской. Железнодорожники Великих Луг, составляющие к 1905 году 60% паралитариата Псковской губернии, оказались в векторе революционных событий. Позже к ним присоединились 400 учащихся Великолухского технического железнодорожного училища. Свыше тысячи железнодорожников и учащихся вышли на демонстрацию. На Красном Знамени было написано «Долой самодержаве». Манифестанты подверглись нападению полиции и Черной Сотни. Они избивались саблями, прикладами, дубинками, сбрасывались с моста в реку. Делегации рабочих Великолухских мастерских выехали на станции Западная Двина, Ржев, Новосокольники, Дно для объединения сил. Они разоружали военные комендатуры станции и железнодорожную охрану. Повсеместно было остановлено движение поездов и прервана телеграфная связь. Царское правительство жестоко подавило революционные выступления великолухских железнодорожников. Многие были арестованы. Вот такой краткий экскурс в прошлое. Как день сегодняшний войдет в историю, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин